МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите мне, товарищи мужчины, кто из вас никогда не подавал даме кофе в постель? Молчите все, значит, каждый подавал. Ну и как вам эта идея подавать кофе в постель? Не самая хорошая, я вам скажу, идея, и не самая здоровая. Я вам сейчас покажу, что она подавать даме в постель. Как себя вообще в постели вести, я вам сейчас не расскажу. А слушать меня будет и внимательнее будет моя ученица Елена. Здравствуйте. Однако программа обещает быть интересной. Плохо, конечно, что в присутствии женщин приходится об этом говорить. Тогда вы узнаете все наши секреты. Но я буду думать, что вы все равно скоро забудете. Уже мозги плохо работают. Завтра вы все равно все забудете уже. И мужики себя проявят тогда, когда надо. Когда будет повод. Давайте. Лена читает рецепт. Я, так сказать, его анализирую, суммирую все, и мы начинаем работать. Очень сложный рецепт – ягодный коктейль с авокадо. Вам понадобится авокадо, апельсиновый сок, ванильный экстракт, натуральный йогурт, ягодная смесь, черника, клубника, смородина и сахар. Очистить авокадо от кожи и косточки. Нарезать произвольно. Сложить все ингредиенты в блендер и все взбить. Разлить по бокалам. Очень тяжелая мужская работа, действительно такая. Ну, погодите, погодите. Это может быть не тяжелая мужская работа, но согласитесь, это гораздо приятнее, чем подавать женщине банальный, плохо сваренный кофе. Я знаю, как правильно варить кофе. Я вас не буду этому учить. Я с этим умру. Вот такой у нас интересный рецепт. И знаете, что он интересен тем, что авокадо, очень женский продуктик авокадо. Женщины его, даже если не любят, они обязаны делать вид, что его любят, потому что женский продукт. Да он больше как-то в салатах используется, но в коктейль, да еще и с такой смесью с ягодами там. Может, лучше кофе? Я вам скажу вот что. Авокадо – это фрукт. Так, между нами девочками говоря, это фрукт. И не грешно его использовать как фрукт, а не как овощ в салатах, да? Более того, в этом рецепте мы авокадо спрячем так, что женщина этого не поймет. А почему нам, мужчинам, не быть для женщины загадками? Женщины точно так же любят разгадывать загадки, как и мы, мужчины. Поэтому, например, приносишь ты своей женщине утром в постель такой коктейль. А вот она не поймет, что там есть авокадо. Я имею в виду хотя бы по внешнему виду. А потом вот эта интрига, она начнет с утра хорошо думать. Она взбодрится не от кофе, а от того, что начнет думать. Знаете, как человек может взбодриться, когда у него мозги начинают шевелиться по утрам? Вот. И она вас будет любить. А вы будете всю жизнь держать в секрете этот рецепт. И она будет, дай-ка мне еще, потому что женщина любит все неизведанное. Так что не надо сейчас бросаться у меня камнями. Она начнет сейчас взять авокадо, взять все продукты. И она идет в погреб. А я призываю вас записать какие-то маленькие детали вот этого рецепта. Такой женский рецепт, наверное, будет что-то очень вкусненькое. Если это, так сказать, возможно вообще спрятать авокадо каким-то образом, все равно же вкус, мне кажется, будет чувствовать. Зачем тогда он вообще нужен, вот этот фрукт, если мы его будем прятать? А это здоровье женское. Это женское здоровье вот в этом фрукте заложено. Все, что надо женщине, здесь есть. Например? Ну, например, соли калия. Женщина без солей калия не может жить. Она уже не женщина без солей калия. После без солей калия. Ну, это полезно всем, на самом деле. Соли калия – это сердечко, это нервишки. Вы же знаете, какие у женщин нервишки. Какое слабое сердце и слабые нервы. Да. Очень хорошие, ненасыщенные жирные кислоты растительные. Очень полезный продукт. Так что пусть вашим женщинам будет хорошо, да моим тоже, впрочем. Ну, давайте будем смотреть на продукты вначале. Значит, смотри, вот у нас у меня авокадо. Мы это уже поняли. Вот это Лена достает сейчас, ставит ближе ко мне. Ну, в данном случае голубика. Это смородина. Черненькие голубикой, они похожи, в принципе. Ну, она была заморожена, признаюсь вам. По малине видно, что она была заморожена. Так, то есть вот то, что замороженные продукты, что-то свежее, что-то замороженное. Ну, что есть, да. Это должны быть какие-то ягоды. Что есть. Это уже, знаете, насколько вы свою женщину любите, настолько более свежими будут ягоды, понимаете, а не замороженные. Девушки, мотаем на ус потихонечку так себе все эти мужские секреты, а потом будем судить как раз по принесенному нам коктейлю. Нет, вы поймите, вы поймите, что здесь витаминов и полезных веществ достаточно в этом коктейле. Даже если мы возьмем замороженные ягоды, как вот у меня, смородина и малина, в них витамины есть, их меньше, конечно, потому что они были заморожены. Но за счет вот этого, который, в общем-то, не замораживают никогда, за редким исключением, там какие-то бывают уже готовые соусы из авокадо замораживают, и вот свежая голубика, это будет хороший удар, такой витаминный удар по организму женщины, и ей будет вкусно еще, надо не забывать о том, что будет вкусно. Вот, кстати, еще йогурт, мы сейчас посмотрим на него, это йогурт. Ну, его полезность очевидна и даже, ну, никак не может обсуждаться, вот ей-богу. А можно спросить, вот если мы не нашли йогурт, он такой беленький здесь, и, знаешь, без всяких вкусовых добавок. Ну, я не знаю, мне кажется, редко можно встретить в магазине йогурт без добавок. И его чем-то можно заменить? Но вы поймите, что это не яд. Фруктовый и заводской йогурт – это не яд, но это продукт, где есть синтетические вкусы. Вот мне хотелось бы избежать в постели таких вкусов. В постели должно быть все натуральное. Ну-ну, ваша псалапа, так и говорится. Вот вы знаете, например, Вдруг я почему-то вспомнилась. Вот есть такая методика подачи японских суши на теле девушки. Это очень дорогой способ, это не шутка, когда лежит девушка, гейша, например, обнаженная, и она закрыта в суши. Сидят вокруг мужчины и едят суши с ее телом. Так вот, когда девушка готовится к тому, чтобы быть таким столом для сервировки, она, естественно, принимает душ. И категорически запрещено использовать использовать какие-либо шампуни с ароматами, потому что здесь должен быть, ну, так сказать, это тело, там не должно быть никаких запахов, потому что это плохо. А ведь все шампуни-то синтетические, да? Все ароматы в шампунях и запахи – это синтетика. И это плохо, это неприлично, когда что-то такое ты ешь хорошее, и чтобы где-то витали запахи какой-то там, не знаю, синтетической малины или крапивы. Так что лучше не надо. Представляете, как напрягли сейчас женщины по ту сторону экрана, когда они только представили вообще, как ее… Суши на себе, что ли, представили? Каких мужья едят суши с тела обнаженной гейши. Кстати, я вам скажу, что, кстати, это хорошая идея. Покой и сон потеряли. Какой там коктейль? Смотрите, мы женщине утром в постель такой коктейль, женщина нам вечером суши на себе. Как же она бедная на себе-то все раскладывать-то будет? Я научу. Я знал, я научу. Я это проделывал просто. Не на себе хотя бы… Прямо сейчас? На мне? Нет, нет, я говорю, нет, я научу. Я научу. Однажды я помню, я делал такое для таких, для мужской компании, ну, приличная мужская компания, и была приглашена стриптизерша для того, чтобы, ну, вот ее положили на такие красивые носилки, и ее должны были вынести прямо в сервированную, значит. А эти люди, которые должны были нести, это были актеры, они подбирали эту девушку, там искали, так они подбирали вот такую маленькую, заразу, чтобы им не тяжело было нести. А я, значит, она одни кости, все выпирает, суши-то не держатся. Я вот так снял на коленях, значит, перед этими носилками, и вот эти суши, ну, мы там их слепили, сделали нигери, сделали роллы, разрезали, все надо. У меня такой поднос огромный, значит, вот. И я должен на коленях, а там уже люди сидят, эти уже, значит, какими-то там визерями одеты, значит, эти актеры, носилки. А я, значит, на коленях стою и пытаюсь... На ней ничего не держится. А все уже, вот. И я там с огромным трудом засервировали эту девушку суши, ну, слава богу, там съели, все, все были довольны. Девушку смеяли. Нет, девушка нормальная, ее принесли назад. Я потом понял, они хитрые были, да, они взяли маленькую, чтобы им легче нести было. То есть, если взять девушку... Вы говорите, что если девушку побольше, то суши раскладывается удобнее. Конечно, удобнее, да. Ну вот. Девочки, мы имеем с вами все шансы на успех. Вы уже это поняли, да? То есть, не так уж это и плохо. Нет, я девочку... Они имеют шансы на успех. Я же предложил, что вечером девочки нам суши, а мы утром им коктейль. Ну вот как вы нам утром коктейль, так мы вечером суши. Я не знаю, где точка отсчета. Вечер точка отсчета или утро все-таки? Я думаю, что все-таки утро. Ну ладно. А так невинно все начиналось с йогурта, с ягод. Закончилось обнаженным телом гейши. Ну так не бывает, да, есть же какие-то свои поварские истории все-таки. Вот самый главный все-таки герой, хотя он будет меньше всего заметен. Ну смотри, я думаю, что вы знаете, как с ним работать. А если не знаете, то я сейчас разрежу. Ну обычно его разрезают. Здесь большая косточка. И надо вокруг нее, так сказать, срезать мякоть и вот так раскрыть авокадо, покрутив обязательно. Потом надо убрать косточку. Смотрите, это делают, обычно берут нож и втыкают этот нож в косточку, вот ближе к ручке, потому что здесь более мощное просто усилие может быть. Вот так вот. Вот я шарахнул ножом, вот я вынул косточку сразу. Потому что пальцами ее не поддеть здесь и, ну, неприлично пальцами засовывать в мякоть авокадо там и так далее. А вот можно спросить сразу? Да. Вот что касается авокадо. Ну я больше, наверное, сейчас для мужчин, да, стараюсь, потому что не все же мужчины знают, как выбирать авокадо. Надо взять авокадо в руки. Это самый лучший способ его почувствовать. И надавить пальцем на, ну, так сказать, на тело вот этого авокадо. Если вы чувствуете, что там вообще все очень жестко, как будто бы это кость, ну тогда это незрелый фрукт, потому что фрукты, ведь экзотические фрукты, их привозят издалека, из теплых стран, из экзотических стран часто. А для того, чтобы их довезти к нам, а их везут на кораблях, морем везут, их надо собрать недозрелыми. Это закон жанра такой. И часто они не успевают созреть. Там либо сомалийские пираты не арестовали корабль, поэтому он быстро доехал, либо просто слишком рано собрали урожай, и он либо в магазине дозревает, либо уже у нас дома. Но если надо завтра, сегодня готовить авокадо, надо убедиться в том, что он сделает. Нажать. Если вы чувствуете, что немножко поддается, чуть-чуть палец уходит, там есть такая вот живая такая какая-то уже нотка, не просто камень, тогда, в принципе, уже неплохо. А если у вас есть запас времени, можно купить незрелый жесткий авокадо, завернуть в газету в любимую, положить в теплое место. И в газете он быстро дойдет, этот авокадо. Так что такая проваливаемость пальца – это уже символ того, что авокадо хороший. Но бывает другая крайность. Бывает, что авокадо перезрел. У него появляются такие трупные пятна, ну, то есть такие бурые, более темные пятна, чем вот красивый цвет кожицы. И палец просто проваливается, как будто бы это что-то такое, ну, очень-очень мягкое. Даже не знаю, с чем сравнить. Смотрите, как она у меня очистилась. А вот это признак, кстати, хорошего авокадо, когда авокадо может хорошо очиститься. И видите, посмотрите на Лену внимательно. Посмотрите на Лену. Мужчины, посмотрите на Лену. Видите, вот здесь, сейчас я возьму указку. Вы будете в меня ножом? Сейчас я возьму указку. Вот смотрите, вот здесь более зеленый цвет в том месте, где кожица примыкает к телу авокадо, правда? А ближе к серединке авокадо становится таким уже желтоватым. Вот нам часто этот цвет зеленый очень важен, поэтому уместно действительно пытаться вот эту кожицу снимать руками, чтобы ее тонко снять. Если же мы будем делать вот так... А вот смотрите, у меня перестала она сниматься. В этом месте она часто просто следит. А если мы будем делать вот так, как это можно сделать, срезать... Видите, как мы срезаем много зеленого цвета? Это уже негуманно, да, это уже жестоко по отношению к авокадо. Поэтому вы, мужчины, вот сейчас очень внимательно следите за нашими манипуляциями, чтобы правильно начинать. А вы, женщины, потом тайком внимательно следите за мужчинами. И как они будут готовить для вас этот коктейль. Если правильно, значит, правду любят. Давайте мы сейчас, так сказать, не спеша подготовим авокадо. Ой, а вот тут на шкурке осталось. Вот как на шкурке осталось, так пусть на шкурке остается. Значит, так надо, да. Судьба такая. Я думаю, что хватит. Все? Да, но нам не нам нужен целый авокадо. Если у какого-то мужчины есть две женщины, половинку потом можно, я думаю, унести с собой, чтобы на следующее утро приготовить уже другой женщине. Чему вы учите, мужчина? Надо обязательно в пленку завернуть. Вы же не забывайте, что женщины рядом сейчас смотрят. Кстати, не, вот кстати, я вам сейчас расскажу. Слушайте, какой кошмар, а мы-то наивные, да, чукутские девушки думаем о том, чтобы... Смотрите. А тут сразу совет последовал такой. Вы вторую половинку в пленочку заверните, чтобы не помять. Правильно. Смотрите, дайте мне вторую половинку, Лена, назад. Кошмар, не дам. Нет, я вам сейчас... Я на стороне женщин, я не дам. Нет, нет, я расскажу, как сохранить авокадо. Вот, например... Чтобы любовницы унести. Ну, думаю, вот, ну, например, а не дай бог, нет у вас женщины второй. Ну, бывает. Бывает. Тогда надо сохранить. Надо попытаться положить назад косточку. Вот, может, не выбрасывайте ее. Потому что, смотрите, вот авокадо. Видите, какая у него поверхность соприкосновения с воздухом? Он вот здесь может начать темнеть при хранении. Авокадо имеет обыкновенный темненький. Поэтому лучше положить косточку назад. Тогда мы поверхность уже уменьшили. А потом завернуть это в пленку. И в кармане не помнется, опять же, да, пока до другой женщины? Нет, я уже говорю, что оставляем дома. Оставляем дома в холодильнике. Убедила такие я. Чтобы, например, своей жене, а еще и салат потом сделать какой-нибудь из авокадо. А еще и салат. Правда? На обед салат. Почему нет? Авокадо не надоедает. Кстати, такой фрукт, который очень хорошо, так сказать, себя ведет, он, ну, не надоедливый. Вот не такой надоедливый, как женщины, порой, бывает. Он не калорийный? Да что такое? Опять же, это дискриминация такая. Он, конечно, немножко калорийный. Ну как, в нем есть жир. В нем есть растительное масло. Ну так если есть его все время. Растительное масло, оно, конечно, калорийнее, чем сливочное масло даже, часто. Но здесь, понимаете, состав этого масла компенсирует его жирность. Нам порой приходится чем-то жертвовать. А что ж, значит, хочешь получить вот очень полезные вещества, ну, пожертвовать, значит, что-то какая-то ты должен за это заплатить чем. Значит, так, с авокадо, я вам рассказал, как его сохранить, неважно для кого. Девочки, мы с вами тоже, в общем-то, все поняли, да, если второй половинки авокадо, имейте в виду, что для одной порции достаточно одной половинки авокадо. Если вторая таинственным образом исчезла, ну, суши тоже можно, знаете, в другом месте приготовить. Давайте в стакан. Вот. Давайте на двоих сделаем, это на двух женщин. На двух женщин? Да. Все-таки на двух женщин. Вот. А зачем вам апельсин? Апельсин не нужен. Апельсиновый сок там есть. Я не один такой коктейль прежде сделал в своей жизни, я помню рецептик-то. Апельсиновый сок нам нужен. Потому что мы еще вот добавим, так сказать, удар витамина С из апельсина пойдет по бедной несчастной женщине. Значит, будем выжимать сок из него. Да. Так, жмите. Ну, хорошо, я прокатаю. В конце концов, дождусь его коктейли. Грубая мужская сила здесь как раз нужна, чтобы эффективно выдавить сок из апельсина, нужно его прокатать. Так, ну вот, хорошо. Я пощупаю апельсин. Резать надо его теперь аккуратно, не давить на него, чтобы не брызнул сок, который уже из него начинает, так сказать, вытекать. Апельсин-то хоть весь пойдет или тоже напополам? Апельсин весь пойдет. И все пополам. Апельсинного сока много никогда не бывает. Вот какой. А, хорошо. Апельсины, кстати, какие лучше? А это, знаете, что там... А, не важно. Есть для сока апельсина, есть такие большего размера для еды. Не важно, это абсолютно ничего. Кстати, вот это можно не выбрасывать. Чашечка для коктейля. Чашечка, потому что... Тогда на пять хватит вообще. Нет, не для коктейля. Если вот это заморозить... Сейчас я вторую выдавлю и расскажу. А то я вас запутаю. Вот интересно, что с этим делать вообще, если это заморозить. Если это заморозить, а потом взять, соскрести вот эти замороженные ошметки. Сейчас это неудобно делать, когда апельсин не замороженный. Очень тяжело срезать. Когда он замерзнет, это можно просто сколоть. Вот, и получаются такие чашечки. Можно сделать, знаете, какое-нибудь такое парфе. Ну, чтобы вам было понятнее. Это, по сути, такое домашнее мороженое, только которое не требует специального аппарата для приготовления мороженого. Для этого берут, ну, извините, сливки. Немножко их варят, потом взбивают с желтками, добавляя туда какие-нибудь орехи, какой-нибудь сок. И потом так вот из мешка вот в эти половинки. И замораживают уже все вместе. Это получается очень здорово. Вот можно это оставить. Ну, попутная информация, да. Сейчас пока я выброшу, чтобы вы так не видели втихаря. А то с собой бы забрали. Ну вот. Сделали бы еще что-нибудь вместе с авокадо с половинкой. Вот прям не дает мне теперь покоя. Апельсиновый сок. С авокадо. Ну, теперь давайте. Все туда? Не все туда, давайте немножко сэкономим. Ванильный экстракт. Что такое? Я положу ванильный сахар. Ну, можно ванилина положить, ванильный сахар. У меня ванильный сахар есть. Идите ягодку. Спасибо. Самую большую взяла. Достойный ученик своего учителя. А вы бы взяли маленькую? Конечно. Малина. Еще одна большая осталась. Протите ягодку. Да. Самую маленькую. Не самую маленькую, не самую. Ну ладно. А ты еще одну. Вторую самую большую. Мы сейчас будем, конечно, наугад немножко двигаться. Красиво как? Так уже красиво, правда? Поскольку нам важно, чтобы это можно было пить. Вы же понимаете, что в постели ложкой есть неудобно. Ну, можно как-то там мимо. Поэтому важно, чтобы этот коктейль можно было пить через соломинку, например. Поэтому он должен быть текучим. Если у нас вдруг густо получится сейчас за счет... У нас, кстати, питьевой йогурт, он такой достаточно хорошо течет. То будет густо, мы будем, значит, чем разбавлять, как вы думаете? Ну, йогурт, ну, ну... Нет, ну у нас йогурта больше нет. Вот у нас весь йогурт. Вот мы сейчас блендером это обработаем, и еще будет все равно густо. Вот густо будет. Что будем делать? Второй апельсин взять. Совершенно верно. Мы будем регулировать уже апельсиновым соком. Хуже не будет. Ой, все, у нас теперь нет больше йогурта. Ну что, теперь берем аппарат. Это орудие пыток, утреннее. Тоже, ну вот. Держите, Лена, потому что я добавлю сюда еще вот ванильного сахара. Немножко, чтобы чуть-чуть аромат ванили. А что мы, может быть, сахарку добавим, кстати? Ну, я не знаю. Я бы добавил чуть-чуть. Знаете, уже нездоровая. Не, ну чуть-чуть. Надо на маленькой скорости. Совсем чуть-чуть, да, это не важно уже. Уже на большой можно прямо? Да. Ой-ой. Ну-ка вперед. А, то есть делать все-таки я бы сама себе коктейль буду делать. Вы можете приподнять. А он не приподнимается, он почему-то туда прилипает. Там, там, да, возникает сила, которая удерживает. Ну, можно просто приподнять, а потом включить. Вот так. Вы думаете, что, что? Так женщине надо, конечно, делать еду очень внимательно и тщательно. Это далеко не все. То есть вот это еще не такой быстрый рецепт, простой? Нет. Давайте. Да, вот сюда надо положить. Потому что женщине должно быть хорошо с утра. А хорошо ли ей будет, если ей будут попадаться эти семечки от малины, от я, от смородины? У смородины очень противные семечки. Не думаю, что ей будет хорошо. Что будем делать? Но она будет искусно маскироваться. Что будем делать? Протирать через сетон. В общем, мужик всю кухню перевернет, пока он будет готовить с утра. Проще делать кофе все-таки на месте. Полночи будет готовить эту штуку. Все, что вытекло, то женщине. А то, что осталось, то мужчине. Можно вот так вот, смотрите. И все? Эффективно вот так стоять и стучишь. Видите, посидишь? И когда очень эффективно. И все? Да. Ну, а я за ложки сбегала. Не, не, не. Можно вот так вот, когда трясешь сито, вот это движение. Этого движения никто не знает. Ну, я имею в виду, оно очень эффективно, и так никто не делает. А надо, вот смотрите, сколько у нас семян. Видите? Вот и без ложечек осталось. Из дополнительных. Все теперь-то все? Да, теперь все. Я теперь хочу попробовать. Мне хочется понять вообще баланс вкуса. Я хочу, чтобы вы... Лена, берите, пробуйте. Я еще эту ложку не использую. Вот вы женщина, например. Не самый плохой вариант, в общем. Представьте, что вы сейчас в постель. Ага, прям... Нет, так вот утро, там где-то солнышко, неважно, зима, лето. Да, там где-то солнышко, как это, как этот утренний девиз есть. Просто как это? Солнце уже просыпается. Не Пушкин, не Пушкин. Что-то другое. Ну, я забыл, ладно. Маруся, солнце, деньги, если нет, вы не это имели в виду. Мне немножко кисло, потому что я бы еще добавил сахар. Ну, а мне нормально. Ну, мне кисловато, но неважно. Это просто разные ощущения. Это ведь не напиток. Это ведь не напиток. А что это? Несмотря на то, что мы соломинку. А что это, по-вашему? Ну, я понимаю, что это любовь к женщине, там, да, все. Она вот там, любовь, вся вот здесь. А что это? Намус какой-то душик. Нет, я вообще по своей сути. Да, это полноценный завтрак. Вот это? Конечно. Да? Это полноценный женский завтрак. Нет, если кто-то привык есть бекон на завтрак, гринки, фрикадельки и сосиски, это на первое. А на второе плов, манты, да, и суши, то тогда это не завтрак, а в какой-то выходной день, когда надо немножко отдохнуть, чтобы и желудок отдохнул. Вот женщина лежит в постели, она может подольше поспать. Поспала. Вроде как. А тот, значит, на кухне все возится с авокадо там, да? Он прибегает к ней, вот, дорогая, это же завтрак. Здесь половинка авокадо. Ну, ладно, мы на двоих сейчас готовим, значит, четвертинка авокадо. Плюс ягоды, плюс йогурт. Многие женщины завтракают йогуртом. Полноценный завтрак. Все, вот через соломинку. Космическая еда такая. Как из тюбика. Детям, кстати, подойдет. Или только женщинам. Детям подойдет, конечно. Нет, знаете, я пока не чувствую. Вы же сказали, представьте, Лен, да, что сейчас там где-то солнце еще покажет. Он где-то там на кухне. Вы давайте вот создайте всю полноту. Я имею в виду, вы чувствуете авокадо? Да я ничего пока еще не хочу чувствовать. Я пока еще не получила свой коктейль. Скажем так, то, что было до этого, не считается. Поэтому вот как-то вот надо, ну, надо, мастер, что делать. Чтобы вам все мужчины поверили, а мне все женщины. Достаточно хороший цвет. Вот все вот так. На тумбочку тебе. На, дорогая. Завтракай. Это классная вещь, классная вещь. Вот надо менять ориентацию немножко, понимаете? Надо менять ориентацию, переантироваться с кофе на вот такой полноценный завтрак и удивить свою женщину, чужую женщину, не знаю, вот таким вот напитком. А лучше свою. Лучше свою. Ну, когда Лена сказала, что это значит свою. Лена, давайте. Ой, вкусно. Вам мужчины поверят больше, чем мне. Потому что вы сейчас оцениваете эту штуку, и вы сейчас будете говорить, что это вкусно. Это действительно так. Скажите им еще раз. Удачно спрятанная авокадо, на самом деле, это так. Это действительно, да, полноценный завтрак. Чудо-коктейль просто, действительно чудо-коктейль, потому что ягодки такие приятные, вкусненькие, без семечек. Потому что йогурт всеми нами любимый, в принципе, с вами. Это я к девушкам сейчас обращаюсь. Вот, ну и, собственно, та самая полезность в авокадо, которая здесь... Ну, как бы авокадо вот так вот сырым, наверное, есть неинтересно. В салатах мы тоже его есть привыкли, а вот это вот будет совершенно здорово. Если действительно женщины не смотрят эту программу, ее большей частью смотрят мужчины, и они это сделают, да, вот женщина будет долго спрашивать и выпытывать. Дорогой, ну скажи, ну что же там внутри, ну что же там внутри мужчины, если не признается, он себе, знаете, обеспечит так это. Очень здоровый интерес к собственной персоне. В общем, это делать надо. Для женщины, для своей. Ну вот, Лена, да, как могла, рассказала вам, друзья, что ей понравилось в этом рецепте, на что она обратила внимание. Так что вы должны ей верить, потому что она выбрала вот все самое, ну, показавшееся ей существенное. Я вам скажу, что мы здесь, на этой кухне, собственно, никогда, особенно не разделяем здоровье по половому принципу, потому что здоровье, оно всегда общее. Оно не имеет национальности, оно не имеет пола, оно не имеет, может быть, чего-то еще. Но сегодня вдруг очень захотелось все-таки разрушить еще один стереотип, касающийся внимания в постели. То есть, когда мы несем что-то в постель. Так вот, забудьте о том, что уместно носить в постель кофе, а несите в постель друг другу здоровье. А я несу это здоровье вам из этой кухни в кресло, на диван, на стул и порой даже в постель. Будьте с нами, будьте здоровы!